Два года ограничений. Вот первый долгожданный вылет из Махачкалы на святые земли Мекки и Медины. В три часа ночи зал ожидания столичного аэропорта заполнен паломниками и провожающими. Эмоции у меня, вот прям, я не знаю, правда ли не правда, вот у меня не верится. Вот только я визу получила, сейчас уже осуществилась моя мечта. Ну, я уже в 19-м году была, два года еще мечтала поехать. Вот, я еще долечу, потом уже точно буду уверена. Совершить малых, а через компанию Марва Тур отправляются не только дагестанцы, но и жители других регионов России. Первая моя поездка в Саудовскую Аравию, она состоялась при непосредственной поддержке компании Марва Тур. То есть, ею были созданы все условия, замечательные руководители, замечательные условия, начиная с вылета, заканчивая размещением и всем всем. Поэтому данная компания, она проверенная, зарекомендовала себя на нашем рынке. Поэтому не стал проверять другие какие-то компании, уже более надежную проверенную компанию решил полететь туда. По прямому авиарейсу из Махачхилы в Джиду отправились 248 паломников. Они будут пребывать на святых землях две недели. Желание паломников очень усилилось, и это заметно по самим паломникам, как они очень трепетно относятся к этой поездке и готовы выполнять очень даже такие детальные, мелочные вещи, чтобы ничего не упустить и попасть на эти земли. «Поломники, как мы уже сказали, очень трепетно подходят к этому вопросу. И все эти вопросы выполнили, подошли к вакцинированным, подошли к тест пройденными. И, аль-хамду-ля, сейчас они проходят регистрацию, и уже почти полрейса прошло». После снятия ограничений рейсы в Саудовскую Аравию станут регулярными, отметили представители Мару Атур. Это значит, что для мусульман России вновь открыт путь к святыням ислама. Хамз Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Камиль Магаев, телеканал ДНТ, Махачкала.